Здравствуйте, коллеги! World Food Moscow вновь на ваших экранах. Рядом со мной новые интересные спикеры. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете. Здравствуйте, мы представляем компанию Mima Foods. Это наш директор Ахмед Альшинауи. Наша компания Кувейтская, она находится в Египте. Мы производим замороженные овощи и фрукты, и это уже третье наше участие в выставке World Food Moscow. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания, какие конкретно фрукты, овощи вы доставляете к нам? Мы производим довольно широкий спектр овощей и фруктов. Основные четыре позиции – это клубника, зеленая фасоль, зеленая капуста и брокколи. Ну, конечно, клубника даже называют ее королевой Египта, потому что это единственный, наверное, продукт, который экспортируется из Египта в огромном количестве и в замороженном, и в свежем меде. Ну и, естественно, что клубнику мы тоже экспортируем в очень большом объеме. Скажите, где вы берете сырье, где вы берете непосредственно сами фрукты, как производится, каков же производство вообще делается, как вы замораживаете, в каких условиях? У нас установлены на заводе производственные линии по заморозке. Сами мы не выращиваем сырье, мы его закупаем уже у фермеров, то есть они выращивают его специально для заморозчиков, мы просто у них перекупаем заранее, договариваемся о качестве. Конечно, стандарты все соблюдены. Замораживаем. Есть у нас две производственные линии. Одна статическая заморозка, вторая шоковая, то есть как моментальная заморозка. В принципе, это все. Расскажите, пожалуйста, как на спрос фруктов, овощей повлиял пандемический год. Мы общались с представителями российских производителей овощей и фруктов, они говорят, что почувствовали скачок, кто-то почувствовал спад. Расскажите, как у вас с этим стояло дело? На самом деле на мир заморозки не сильно повлияла пандемия, потому что, в принципе, покупатели в России, если говорить только о России, мы работаем не только с Россией, но если конкретно о России говорить, мы работаем в основном с производителями, которые производят жемы, варенье, пюре, наполнители. И, в принципе, у них, видимо, на них не сказалась пандемия, так же, как и на нас. Ну и, в принципе, сезонность именно по продаже замороженных овощей и фруктов в России больше привязана, например, к великому посту. То есть, когда наступает период поста, люди начинают покупать больше овощей. То есть, в принципе, все справилось так же. И даже к концу августа начался просто какой-то бум по клубнике, что вообще нестандартно для нашей сферы. То есть, очень высокий спрос. И просто не хватает уже клубники в Египте не только у нас, а в целом. То есть, очень высокий спрос. И я бы сказала даже, что этот год более удачный, чем предыдущий, несмотря на пандемию. Замечательно. Мы пожелаем вам удачи в вашем деле. И надеемся, что ваши фрукты и овощи, которые вы с любовью замораживаете и привозите к нам из дальних стран, будут радовать наших покупателей. Спасибо большое. Спасибо.